Привет! Знаете, что бесит меня в сборках ПК больше всего? Даю 3 секунды на правильный ответ. А именно когда за них берутся консольщики и пользователи Apple. Сегодня я хочу посмотреть на одного из них. Знакомьтесь Слава. М. Еплохой человек в плане консольных новостей, ништячков и лохотронов, которые действительно интересны смотреть, но он все же решил зайти в ПК Ангар. А вылетел ли он оттуда с провалом или нет, сейчас и выясним. Всего выходило 2 ролика про сборку ПК. Первый на момент начала прошлого года за 20000. Второй на момент весны прошлого года за необъяснимую сумму. Как вы понимаете, сначала проверим более дешевый компьютер, но сначала пропустим болтовню про бинтпак. Готовое игровое решение дисковод. А что вообще из себя представляет новая консоль? Что получает пользователь? Это важно понимать, ведь на русскоязычном ютюбе я не видел ни одного ролика, в котором бы сборщик адекватно расценивал консоль. Вот такая комплектация у нас получилась за 45 тысяч рублей плюс-минус копеечкой PS4, а она как раз попадает под рамку этой ценовой категории. Итоговая стоимость всей системы выходит в 390 долларов. В итоге вся сборка уложилась в 40 тысяч рублей. И все вместе вам обойдется примерно в 25 тысяч рублей. И всего лишь у нас сборка составляет 25 тысяч рублей, примерно столько же как PS4 Slim на 500 гигабайт или же на 1 трабайт. Эти видео изначально можно назвать собачьим калом, к тому же некоторые из них были сделаны на бумаге. С этим мнением я точно могу согласиться, ведь на самом деле собрать компьютер по цене консоли просто. Надо просто учитывать ее цену, а не делать рекламный лохотрон, как Валентин Петухов. Но давайте продолжим. На внешнем виде можно сэкономить и выбрать самый дешевый кров в магазине. Но так как это совсем смотрится ублюдски, я запишу в смету эту цену, а себе возьму что-то поприличнее. Корпус, естественно, это железка на сдачу, так что на нем можно и сэкономить и взять какой-нибудь дигсп за 1100 или 1200. Вообще при покупке блока питания экономить нежелательно. Да, поначалу моя сборка не будет обладать мощной видеокартой, бюджет не тот, но ее можно будет докупить позже. Соответственно, я блок питания возьму с запасом мощности, чтобы в дальнейшем его не менять, а цену в смету, как и с корпусом, запишу за дешмански. Ну не может быть, что человек, шарящий в консоли, может взять такое говно. Вместо него я оставлю вот эти несколько блоков. Какой хотите, тот и берите. Здесь все просто. Объем 1 терабайт. Не потому что в Соньке такой же, а потому что первая разница в цене с пятисоткой никакая, второе нужен объем, чтобы полноценно пользоваться ПК и играть на нем. Не понимаю пекарчат, которые ради экономии ставят сначала 120 гигабайт SSD, а позже, в будущем, надеяться добавить жесткий диск. Сколько на такое объем с установленной системой можно установить нормальных игр? Одну? Две? Ну такое себе. А учитывая, что создать диску необходимо быть не полностью забитым, то легко его волшебная скорость снизится. Ты молодец, что взял жесткий диск, а не твердотельник. В дешевых сборках ПК они просто неуместны. Места мало для игр, хотя оно и быстрое. А что насчет самого жесткого диска? Ничего страшного, Вестерн Диджитал брать можно. Так, у меня осталось 14,5 тысяч на материнскую плату, оперативную память, процессор, охлаждение и видеокарту. Этот ПК я решил собирать на AMD, сокета М4, а это одна из самых дешевых плат. Так как за такую цену мы вряд ли процессор разгонять будем, то вангую, что он возьмет APU, либо 3400G, либо 3350G. Отличаются они только в частоте в виде игры, Vega 10 против VEG9. Но цена почти не отличается, так что, какой хотите, тот и берите. Потребуется не меньше 8 гигабайт памяти, и обязательно нужен двухканальный режим работы. Позже объясню почему. Двухканалкой по 4 гигабайта как раз войдут в литвую, так что с этим я также согласен. Осталось 8900 и нужно докупить еще процессор, видеокарту и охлаждение. В принципе, можно взять Ryzen 3 1200 с кулером за примерно 4000 рублей, и как раз остаются деньги на видеокарту GeForce 1030 или Radeon RX 550. Но это решение явно не лучшее, по одной простой причине. На рынке есть камень, который новее, превосходит 1200 Ryzen по производительности и имеет видеоядро, сравнимое с 1030 и RX 550. Это Ryzen 5 3400G. 4 ядра, 8 поток, 12 нанометров и видеоядро Vega 11. Максимальная производительность на минуточку почти 2 дыра флопса. У PS4 если что, 1.84. Купил я такой за 8700 рублей, плюс кулер. Итого я чуток вылез за предел в 20000 рублей. Все таки мои догадки оказались правдивыми, и он взял АПУ, красавчик. Кстати, сейчас на момент февраля этого года не только сборка, но и сама консоль стоит около 25 тысяч. Кстати, потом начались тесты, но сравнив их с тестами на самой коробке, я понял одно, это снова реклама четвертой плойки, ибо на компьютере было хуже. Ну естественно, без динамического разрешения ведь все делал. А так, мож, но было взять на тест контроль в низких настройках и 900p, или смотри собак 2 в те же настройки, только повыше, и разрешение. Также он говорил про ограничитель кадров в 30 штук, забыв о том, что сравнивает ПК с консолью, не выставляет его на компьютере. За это также зеленая бумажка гнобила Валентина Петухова, так что я знаю, о чем говорю. В общем, что я могу сказать об этой сборке? В принципе, добротная сборка, которую хватит ДЛ, офис и нетребовательных игрушек. Но все убивает блок питания и тесты, так что я ставлю этому ролику 7 из 10, и мы двигаемся ко второму ролику. Да уж, не лучшее сейчас время для сборки или апгрейда ПК. Больше месяца назад я собирал компьютер по цене PlayStation 4, чуть больше 20 тысяч рублей. А сейчас этот ПК стоит 29 тысяч. Понимаете, новый компьютер с производительностью в играх хуже 7-летней консоли. Да, цена на это железо выросла аж на 45%. Конечно, и консоли подорожали. PlayStation 4 стоила 20, а сейчас уже 24. Цена выросла на 20%. Что интересно, PlayStation 4 Pro подорожала на те же 4 тысячи, но так как она стоила в среднем 30-ку, повышение не такое значительное – 13%. Как видно, цены на ПК-железо поднялись выше, чем цены на консоли. Такие слова тоже верны, ведь сейчас цены поднимаются все выше и выше. Просто посмотрите на сборки, которые я оставлял в апреле и сейчас, в феврале. Разница существенная. И неизвестно, когда будет спад. Это печально. Еще за прошедший месяц Microsoft и Sony рассказали нам, чего стоит ждать от нового поколения, которое выйдет уже в конце этого года. Мы узнали в цальной подробности насчет железа, производительности, большого количества новых технологий, которые будут активно использоваться. В общем, информации уже достаточно, чтобы сделать некоторые выводы и сравнить. Нет, тему консольных войн поднимать сейчас я не буду. Есть же третья сторона – игровые ПК. И мне вот стало интересно, какой сегодня компьютер нужно иметь, чтобы быть хотя бы рядом по производительности с новыми консолями. Следовательно, быть подготовленным к играм новой волны. А также узнаем, сколько таких ПК-бояр сегодня имеется. Компьютер собирать буду не на бумаге. Это прошлый век. Я знаю место поинтереснее. World Premiere Exclusive. О, это же симулятор сборки ПК. Надеюсь, и теперь мы увидим реальные тесты. Как бы это ни было прискорбно. Как видите, я уже заказал корпус. В моей сборке он будет не сильно дорогой, ведь все мы знаем, что на этом можно сэкономить. Корпус без нормального охлада за 3500. Окей. Начнем с процессора. Нам известно, что и PlayStation 5, и Xbox Series X используют AMD-чип с архитектурой Zen 2. 8 ядер, 16 потоков. С улучшенным 7-нанометровым техпроцессором. Смотря на сегодняшнее поколение, сразу можно отметить значительный прирост в частотах работы процессора. Новая архитектура, плюс поддержка одновременной многопоточности. Все это дает 4-х кратный прирост производительности процессора, если сравнивать с более мощными консолями PlayStation 4 Pro и Xbox One X. А с младшими моделями разрыв, естественно, намного больше. На ПК есть похожее решение, и это процессор Ryzen 3700X. Без вопросов топовый камень. Правда, позволить себе такой мало кто может, даже до поднятия цен. Сейчас же он стоит 28 тысяч рублей. Плюс необходимо нормальное охлаждение. Ryzen 3700X. Сейчас все скажут, а зачем, если можно взять обычный 3700. Но так как N должны уложиться в минимальный возможный бюджет, то брать лучше для сборки 2,7 Ryzen, которая стоит намного дешевле. По оперативке в двух системах нас ждет 16 гигабайт памяти GDDR6. У Xbox One и четвертой Sony было 8, GDDR3 у Box'а и GDDR5 у PlayStation. Кто считает, что прирост небольшой, очень сильно заблуждаются. Ведь помимо значительного увеличения скорости памяти, не забывайте, что часть ее всегда выделяется на работу с операционной системой. Так, в PlayStation 4 было выделено 3,5 гигабайта, а у Xbox One использовалось 3. В новом поколении мы знаем только о том, что у Xbox зарезервировано 2,5 гигабайта. Предполагаю, у пятой Sony около 3. И исходя из этих цифр, картина уже совсем другая. Как видно, разница приближается к трехкратному увеличению памяти, выделенной именно под игры. На ПК я не знаю, сколько точно нужно будет оперативной памяти в будущем, но определенно не меньше 16 гигабайт. Это будет минимум 2 планки DDR4 по 8 гигабайт. Такие слова тоже верны. И несмотря на то, что скоро выходит DDR5, четверка все так же хороша в играх будет. Лично я себе нашел вот такие планки оперативной памяти от Neafor The Fea с частотой 3600 МГц и таймингами 19. Можете брать, если собираете себе подобный компьютер. А вот и краеугольный камень нового поколения. Да, такие накопители в консоли это нонсенс. Пожалуйста, не путайтесь с теми SSD, что в основном используют ПК-пользователи. Зачастую это обыкновенные 120-240 гиговые SATA или M.2 накопители. Мало кто покупает скоростные решения, ведь они очень дороги. Консоли же будут использовать именно такие. Вдумайтесь, 1 терабайт со скоростью 2,4 гигабайта в секунду. У бокса и 825 гиговый диск со скоростью 5,5 гигабайт в секунду у Sony. Это очень жирно. Плюс каждая платформа имеет свои технологии по сжатию и увеличению и без того огромной скорости. Сегодня, похоже на боксовские, стоит порядка 13-14 тысяч рублей. А подобные тому, что у Sony, пока купить попросту невозможно. Таких нет. Ну, этот накопитель, конечно, не эталон, как у Славы. Но это лучшее, что я в магазине за такую сумму нашел. Материнская плата недорогая на B450 чипсете. Здесь останавливаться не будем. А вот видеокарта – это, безусловно, очень важный и дорогой компонент игровой системы. Честно, приятно удивлен, что в этом поколении с графической производительностью все отлично. Это новая архитектура RDNA 2 с производительностью 10 и 12 перафлопс. А в купе с мощным процессором, быстрой оперативной памятью и SSD, на сегодня новые консоли – это топ сегмент ПК рынка. По заявлению Digital Foundry, производительность нового Xbox будет не ниже той, что мы сейчас видим на видеокартах уровня 2080 Ti. Плюс более эффективная работа с рейдрейсингом. А стоимость таких карточек, к сожалению, стремится к 100 тысячам рублей и выше. Плюс добавим сюда блок питания, клавиатуру, мышь и получим неподъемную для большей массы людей сумму в 160-170 тысяч рублей. Про материнскую плату, видеокарту и блок памяти я помолчу, ибо все здесь выбрано правильно. Дальше уже идет туфта про консоли и разгон видеокарты с процессором, который больно смотреть. В общем, здесь все уже лучше. Но также есть небольшие косяки и просяк с разгоном, поэтому тут уже 9 из 10 могу поставить. Ну что ж, этот человек, на самом деле неплохо подбирает железки и собирает компы. Выбирал б он норм блоки питания и хорошо тестил и разгонял, то цены бы ему не было. Поэтому я ставлю 2 орущих сани боя из 10. Кидайте предложки, если у вас есть идея к следующему ролику. До свидания. С вами был Стик Ботман.